Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, у нас микрофончик, да? Слышно? Так, ну что ж, дорогие братья и сестры, мы с вами очень ограничены хронологией от митрополита Михаила до митрополита Иллариона, переводя на язык династии. Это святой Владимир и его ближайшие преемники, ну точнее здесь речь пойдет о Ярославе Мудром, как человеке, во многом способствовавшему строению церковных дел. Здесь у нас возникает масса вопросов, на которые нам предстоит ответить. Митрополит Святой Михаил, кто был первым нашим митрополитом? Кому подчинялась русская митрополия в плане церковной юрисдикции? И очень-очень много других вопросов, которые мы потихонечку с вами будем разбирать, потому что вопросы довольно сложные. Сложные в силу того, что опять же у нас очень мало информации. Очень мало информации. Часть информации поздняя, на чем основана и не совсем понятно. Поэтому, дабы нам не заплутать, мы начнем с вами, с митрополита Макария Булгакова. Такая вот классическая точка зрения, попавшая в семинарские учебники. Часть оспариваемая, конечно, сегодня. Ну, поскольку она наиболее, наверное, нам с вами знакома, Ну, вот давайте мы рассмотрим именно его взгляд на этот момент. Значит, он отмечает по факту начала митрополии то, что повесть временных лет, наша древнейшая летопись, не упоминает о митрополитах до времен Ярослава. Все, нету в этом главном источнике упоминаний ни о каких митрополитах до 1039 года, до времен Ярослава Мудрого, где у нас фигурирует первый известный по имени митрополит. Позднейшие источники – это Софийский временник, Эктониконовская летопись, это воскресенская летопись, содержит следующую информацию. Ярослав митрополию уставил. Ярослав митрополию уставил. Ну и дальше мы видим, что некоторые памятники, перечисляя митрополитов, ведут счет именно с митрополита Феопемта, грека, который прибыл на Русь в 1039 году. До этого пустыни – ничего, точнее, никого. По ряду источников, каких мы с вами назвали. Ну и потом обратим внимание на вот эту вот форму. Ярослав митрополию уставил. Что под этим подразумевать, об этом мы поговорим немного позднее. Ну, также другие источники указывают на то, что митрополит был поставлен в период крещения Руси. Называют имена первых митрополитов. Это прежде всего Михаил, это Леонтий, это Иоанн, и лишь потом Феопемт, который упоминается в повести временных лет. Что это за источники? Это Софийский временник, это Никоновская летопись. Несомненно, памятник гораздо более поздний, но, тем не менее, вот этот ряд он содержит, который, ну, каким-то образом запечатлелся в нашем сознании. Мы в богослужении поминаем Михаила I митрополита Киевского. Вот как это его нет? Есть наша литургическая традиция, она его упоминает. Ну вот, давайте попробуем разобраться дальше. Еще один источник. Мних Иаков. Мних Иаков, панагирист князя Владимира, говорит о том, что князь, восхваляя его преобразившуюся натуру христианскую, теперь уже говорит о том, что в господские праздники князь Владимир поставлял три трапезы. Первую митрополиту и епископам, с прочим духовенством, вторую нищим и убогим, и лишь третью себе и боярам своим. Митрополит по имени не назван, но он есть. Он упомянут, да, как некая фигура. Дитмар или Титмар, межеборский или мезебурский, назовем как хотим, современник событий, современник крещения Руси, современник междоусобицы, которая развернулась между сыновьями Владимира после его смерти, упоминает архиепископа города Киева. Он пишет, архиепископ этого города Китавы, то есть Киева, встречал с почетом их Болеслава и Сентепулка, святопулка окаянного, с мощами святых и прочими всевозможным благолепием в монастыре Святой Софии, который по несчастливой случайности сгорел в предыдущем году. Итак, явно первый иерарх, который пребывает в Киеве, назван архиепископом. Болеслав, союзник святопулка и родственник, да, тесть в его борьбе, союзник в его борьбе за престол. Значит, где звучат имена первых трех митрополитов? Еще. О митрополите Михаиле свидетельствует текст церковного устава князя Владимира в списке XIII века. О митрополите Леонтии надписанное его именем сочинение об опреснаках, сохранившееся в списке XIII-XIV века. Но доказано, и сегодня это общераспространенный взгляд, первый обратил на это внимание известный исследователь Поппе, он обратил внимание на то, что это не тот Леонтий. Это переславский митрополит Леон, памятник это относится к более позднему времени, к 70-м годам XI века, так что в данном случае нас это упоминание не устраивает. Ну вот смотрите, значит, церковный устав, да, древний памятник, ну, рукопись, да, XIII век, все же, что же достаточно древний, упоминает митрополита Михаила, ну, как автора, да, устава, который вместе с князем Владимиром, вот, утвердил это первое законодательство, церковное, точнее, светское по церковным вопросам, а есть в списке, где вообще не упоминается никакой митрополит. И Ярослав Николаевич Чапов, современный исследователь, еще с советских времен занимавшийся Киевской Руссией, в частности, церковью в домонгольский период, говорит о том, что оно вообще могло быть вставлено позднее, да, вот, как-то такой, ну, вот, так сказать, ретроспективный взгляд, ну, вот вставляли Михаила, потому что была некая какая-то традиция, которой переписчик следовал. Значит, о митрополите Иоанне, третьем, по этому счету, гипотетическому, говорит нам преподобный Нестор в житии Бориса и Глеба, а также в них Иаков. Он упоминается, как архиепископ, причем в тексте. Архиепископ и митрополит это синонимы. Синонимы. Призвав митрополита, с весельем сказавши ему вся, архиепископ же слышав, хвалу воздав Господу. Что митрополит, что архиепископ. Вот интересно. Значит, других наших митрополитов иногда тоже называют архиепископами. Почему, точно не ясно. Ну, попробуем привести здесь гипотезы различных исследователей. Непонятно, почему повесть временных лет молчит о первых митрополитах. Митрополит Макарий Бугаху говорит, да, нет сведений, но молчит и летопись наша первоначальная о других важных событиях, о крещении русов первом, которое было в девятом веке, не говорит о священнике Григории, который сопровождал княгиню Ольгу в ее поездке в Константинополь. Однако, повесть временных лет упоминает о многих епископах, которые советовали князю Владимиру казнить разбойников. Да, свежий еще у нас на памяти этот эпизод с вами. Епископа уговаривают, а митрополит не упоминается. Ну, давайте вернемся к свидетельству теперь Софийского временника и третьей новгородской летописи. Ярослав, митрополию, уставе. 1037 год. В каком значении, это очень важно для нас, забегая сразу вперед, скажу, ответить на это невозможно, употреблено слово метрополия. О чем идет речь? Об учреждении некоего института с приглашением митрополита Грека или о строительстве резиденции у Святой Софии. И то, и другое подходит, семантически будет верно, если мы и так, и так будем толковать. Вспомним Пушкина, дай Никита мне одеться в метрополии, звонят. Имеется в виду, конечно, резиденция митрополита, архиерейский дом. А здесь бог весть. Значит, вот Никоновская летопись упоминает о метрополите Леонтии, а прежде говорит о трех первых. Это Михаил Леонтий, Иван. Ну, вот в данном случае, по мнению митрополита Макария, митрополия – это кафедральная церковь Святой Софии и при ней двор митрополита. Уставий означает заложил, основал. Ссылается он при этом на сообщение 1036 года в повести временных лет. Иступишася печенеги на месте, и где же стоит ныне Святая Софья, митрополия русская. Как известно, Святую Софию построили на месте последней. решительной битвы с печенегами во время их последнего набега, последнего в истории набега на Киев. А по 1037 годам «Заложи, Ярослав, город великий Киев, заложи же и церковь Святая Софья митрополью». Здесь как-то более конкретно. Ну, что же значит «Заложи Киев» – это так называемый город Ярославля, Ярослава, когда вот после этой победы на поле битвы был поставлен храм, когда появляются золотые ворота, и когда значительно увеличивается площадь древнего Киева. Ну, здесь понятно, что вот церковь Святая Митрополия, Святая София митрополья. Ну, однако, некоторые списки, тем не менее, русских митрополитов, помещенные в летописях, начинаются именно с Феопента, поскольку их авторы, вероятнее всего, основываются на данных повести временных лет, ну, а он там и есть первый, раньше там никто не упоминается. И, видимо, авторы этих списков руководствовались именно данными нашей древней летописи. Значит, шахматов, приселков и некоторые другие исследователи, более близкие к нам по времени, их последователи считают, что Ярослав учредил русскую митрополию около 1037-1039 годов, ну, и счет ведут с Феопента. Я скажу, что в светской науке исторической, которая занимается этим периодом, это общепринятое, общераспространенное, совершенно принятый всеми счет. Митрополит, о котором точно известно, письменно зафиксирован сам факт его существования, прибытие на Русь, его имя, остальные считаются легендарными. Ну, как увидим, это, в общем, может быть вполне оспариваемое, но точка зрения это укрепилось прочно в исторической литературе. Однако есть и современные исследователи, например, Мюллер, знаменитый исследователь, известный который говорит о том, что, скорее всего, метрополия все же у нас основана примерно в 997-м году, то есть вскоре после крещения Руси. Еще один вопрос, который ставит митрополит Макарий. Кто был первым, Михаил или Леонси? Ну, мы точно не знаем, да, вот, кто они были и когда были, но, тем не менее, вопрос-то да, потому что в списках Михаил первый, Леонси второй, в семинарских учебниках, а попало это, конечно, от больших, крупных исследователей, в частности, от Макария, даже некое разделение между ними, Михаил, епископ только Киева, Леонси епископ, при котором образованы епархии, откуда все это взято, непонятно, ну, гипотеза становится таким вот общераспространенным мнением. Ну, вот, одни говорят Михаил, другой Леонси. Источники, источники такие за то, что Михаил был первым, степенная книга царского родословия, памятник XVI века, Татищев, списки церковного устава, опять же, некоторые. Синодики, в частности, точнее, один синодик из библиотеки Румянцевского музея, в настоящее время это научно-исследовательский отдел рукописи Российской Государственной Библиотеки. То, что Леонтий был первым, опять же, некоторые списки устава и некоторые синодики. Самое раннее свидетельство об этих митрополитах относится к одному и тому же времени, XIII век, ну, по отношению к времени их жизни, конечно, достаточно позднее, но не настолько, да, как свидетельство XVI века. И вот такое мнение общее. Один был митрополитом по чести, митрополитом миссионером, который вместе с князем Владимиром крестил Русь, другой был митрополитом по власти, когда образовались первые церковные структуры. Итак, митрополит Михаил первоначальный митрополит. Что мы о нем знаем? Устойчивое предание. Знаем, что были его мощи. Сначала он был похоронен в Десятинной церкви, указывается, год его кончина, 992-й. В 1103 году при игумене Феоктисте мощи обретены нетленными, перенесены в Киево-Печерский монастырь. С 1730-го года почивали в Большой Успенской церкви, той самой, которую построили 12 греков-строителей по преданию, согласно Патерику. Ну и потом там же на памятной доске были даты основные, да, то есть это реальная живая личность, мы с вами молимся человеку, который канонизирован церковью, это совершенно понятно. Для нас вопрос, когда же он все-таки жил. Значит, мощи его и надпись при раке с мощами пропали, потому что храм, как вы знаете, был взорван немцами во время фашистской оккупации Киева, никаких следов не осталось, а вот что касается всяких гипотез, их очень много. В частности, историк Пуппе говорит о том, что первым митрополитом киевским был вообще не Феопемт, не Михаил и не Леонтий, а Феофилакт, который прибыл на Русь при императоре Василии II из Севастии Армянской. Вот на основании чего он делает такой вывод, такое заключение, на основании фресок Святой Софии. Современных этому митрополиту очень много сюжетов в этом храме, но несоизмеримо много, посвящено сорокам ученикам в Севастийском озере мучившимся. Он говорит, это родной сюжет для этого митрополита, но немножко непонятно все-таки, почему же он первым его считает. Вот, видите, отдельный такой момент. Дальше, дальше, гипотеза о Охридской юрисдикции, мы об этом поговорим немножко позднее, немножко позднее. Вот, вопрос этот остается таким открытым, но вот смотрите, смотрите, вот у нас есть, кроме того, некоторые списки 13 века, есть памятник 15 века, это Никоновская летопись, 15-16, где имя Михаила стоит рядом с именем патриарха Фотия, а иногда Леонтия. Но событие было на 100 лет раньше. Значит, возможно, произошла такая экстраполяция. Михаил, реально живший в 9 веке и бывший тем самым епископом, который, помните, да, события, Фотия в окрещении Руси, Аскольт и Дир, послан был на Русь, память о котором сохраняется, впоследствии, ну, вот эти вот пласты временные перепутались, и он попал в 10 век, в котором никогда не жил. Мы справедливо именуем его первым митрополитом киевским, но он не был, как считают исследователи, современником князя Владимира, а жил в другую эпоху на 100 лет раньше. Еще один момент интересный, где находилась митрополия, он упирается в такую, сразу, может быть, покороче, потому что мы очень ограничены во времени. Мы имеем упоминание о митрополитах черниговских и переславских в 11 веке. Ну, где же тогда были митрополиты, в чем киевские исчезают со страниц летописей, что там за митрополия, одна она была, две, три, сколько. Значит, наиболее убедительная гипотеза, которая как-то нам это объясняет, а вот они действуют, неофит Черниговский присутствует при открытии мощей преподобного Феодосия Печерского, да, Ефрем Переяславский, мы знаем, выходец из Киево-Печерского монастыря, реальные относят время титулярных митрополий, титулярных только, к так называемому периоду Триумвирата Ярославича, сыновья Ярослава Мудрого, который наследует русскую землю, впервые отец делит землю, Владимир хозяин русской земли, единый, и Киев, и Ростов, и Новгород, но сыновей не желая обижать, и не желая какое-то яблоко раздору после себя оставлять, он делит русскую землю на три больших удела, на три больших государства, что братья не комплексовали, говоря современным языком, епископы их стольных городов, Чернигово и Переславля, титулярно, без права власти, а только с правом чести, именуются митрополитами. Значит, этот вопрос, в принципе, можно снять, хотя, повторяю, это гипотетически, просто вот рассуждение от логики, от разума, как это может быть. Голубинский, его точка зрения тоже весьма интересная, он предполагает, что русская церковь вообще была изначально автокефальна. С чего? А с того, что древние источники упоминают нашего предстоятеля русского как архиепископа. Помните, да, мы говорили только что? И митрополиты, архиепископы, просто архиепископы. Значит, у греков архиепископ выше митрополита в греческой традиции, если он либо непосредственно подчиняется, да, у них другая система многоступенчатая, есть митрополия, митрополиту подчиняются епископы, а митрополит уже патриарху. И вот если епископ местный прямо подчиняется патриарху, он архиепископ. Если это глава автокефального образования, как на Кипре, он архиепископ. И он выше митрополита. У кипрского митрополита архиепископа в подчинении митрополиты. Он говорит, у нас было то же самое, поэтому греки его именуют. И наши источники, и западный источник Титмар говорит архиепископ, то есть глава автокефальной русской церкви. Видите, еще одна гипотеза. А потом, говорит, греки взяли свой дар назад, потому что русская церковь в общем-то обещала приносить большой-большой доход. Ну вот как это было, каковы были подробности этой истории, ни Голубинский, ни мы с вами не можем объяснить, потому что в общем-то никаких данных у нас с вами не сохранилось. Ну и еще один вариант, это вариант Охридский, подчинение Охридской архиепископии, но здесь скорее рассуждения логические, основанные на близости культур. Смотрите, болгары крестились в IX веке, крестились от византийцев, приняли восточную традицию, хотя потом где-то и к западной традиции обращались, но тем не менее. И вот за то время, которое прошло от крещения болгар, это меньше ста лет, да? Нет, больше, больше ста лет, до крещения Руси, там довольно высокий уровень христианской культуры, письменности, так называемая Семеновская Болгария, Золотой век. Первое болгарское царство, царство никак-нибудь они бросают вызов империи византийской. Цесарь у них и у них же патриарх или архиепископ, да, они объявляют себя автокефальными. И Русь, в общем-то, могла бы вполне обратиться именно к болгарской охридской юрисдикции и поминать здесь жившего в тот период Леона, Леонтия или Льва Охридского, что одно и то же. Его здесь просто поминали, он никогда здесь не жил. Представительские функции мог выполнять Анастас Корсунянин, который был настоятелем Десятинной церкви Первого кафедрального собора, построенного князем Владимиром. По источникам не написано, что там какие-то архиереи служили. Вот Анастас Корсунянин, который помог завладеть Херсонесом и занимал особое положение. Некоторые считают, что, в частности, Карташов Антон Владимирович считает, что это человек, который представлял охридского архиепископа. Ну, а потом происходит некоторое событие неизвестное нам. Ярослав Мудрый переориентировался на греков, принял от них митрополита, потом пройдет совсем немножко времени, он ставит митрополита собственного, русского рода, Илариона, явные какие-то метания, ну, а летопись подчистили, подредактировали, убрав всю довизантийскую историю оттуда. Вот таковы предположения в основном, да, в основном и целом. Вот, ну, а Фотий, да, вот произошла такая экстраполяция, просто он попал в другую эпоху, хотя был вполне такой, вот он мнимый по отношению ко времени князя Владимира, но вполне реальная личность по отношению ко времени Аскольда и Дира. Мы можем прийти вот к вот такому выводу. Еще одна фигура, таинственная, загадочная, очень интересная, это митрополит Иоанн I, поставленный после Феофилакта, который прибыл из Севастии Армянской, правивший митрополией с 2018 по 1030 год, Иоанн I его именует автор службы Борису и Глебу. Голубинский делает вывод, если он, этот гимнограф, пишет на понятном языке для него, близком, значит, скорее всего, он русский родом, ну и, в общем, на этом все и заканчивается, на этой гипотезе, потому что больше, к сожалению, мы ничего не знаем. Значит, о митрополиях титулярных мы говорили, не будем на этом вопросе просто за нехваткой времени останавливаться, следующий вопрос пределы русской церкви, пределы русской церкви, проще говоря, епархии. Классическая точка зрения, опять же, вошедшая в разного рода пособие по русской церковной истории, гласит, что митрополит Леонтий, который было, мы с вами добавляем, если, конечно, был вторым митрополитом, организовал структуру, организовал, учредили епархии при нем. В 992 году епархии эти следующие, Новгород, Чернигов, Ростов Великий, Владимир Волынский, Белгород. Это очень позднее свидетельство шестнадцатого века. Новгородская и Белгородская не тот Белгород, который Белгород, а тот Белгород, который был княжеской резиденцией. Конечно, жителям нынешнего Белгорода, возникшего в шестнадцатом веке на засечной черте, делает честь, они такой памятник князю Владимиру построили, но князь Владимир там никогда не бывал, это совсем другой. Белгород это княжеская резиденция, епископ, который имел особый статус, и Белгородский кисель там, если помните, из наших легендарных времен варили именно там, в этом самом Белгороде, который существовал с до монгольского времени. Значит, несомненно, Новгород и Белгород при князе Владимире вскоре после крещения Руси эти епархии были основаны, ну и особое положение епископа отмечают наши исследователи, Голубинский и Щапов считают, что это викарий митрополита. Есть такая точка зрения, что он вообще управлял митрополичьей областью, в то время, как митрополит ведал всеми церковными делами, он на первом месте упоминается после митрополитов в перечне епархии юной русской церкви. Значит, возможно, при Владимире, а скорее при его сыне Мстиславе Черниговском, основана епархия Черниговска. Очень интересный момент, один из критериев, по которым современные исследователи, ну некоторые, кто принимает, да, вот эту закономерность, определяют начало епархии. Начало епархии совпадает по времени со строительством первого каменного храма. Вот если храм каменный, достоит в нем служить епископу, если деревянный нет. Это действительно закономерность, которая очень четко прослеживается. Когда в 12 веке Андрей Боголюбский хотел для себя устроить отдельную метрополию здесь у нас в Залесской Руси, что он сделал? Он построил храм Успения Божией Матери, он всем его обеспечил, приписал села там и так далее, соляные варницы, ельники, пчельники, все, что можно, чтобы полностью его обеспечить, и ждал, что греки назначат туда особого митрополита. Но греки не хотели делить митрополию. Нам остался этот прекрасный памятник в наследие, а Андрей-то видел там кафедральный собор. И с камня то же самое в Смоленске. Но это более поздние времена. По раскопкам Переславля огромная церковь, построенная по образцу великой церкви Киево-Печерской. Вот примерно можно определять время основания епархии вот по этим критериям. Значит, Владимир-Волынская епархия возможна в последней трети 11 века, а Ростовская по мнению Преселкова, Щапова и Поппе это 60-е и 70-е годы 11 века, Леонтий Ростовский первый епископ на этой кафедре. Говорят также о том, что древнейшая епархия это Полоцк и Туров, с этим можно с некой долей условности согласиться, нельзя согласиться, что в этот же период основаны Галецкая и Перемышльская епархии. Географию вспомним, Туров-Полоцк Белоруссия современная, древний Галич это самая-самая западная Украина, Перемышль это Польша, Пшемышл. Поэтому ну вот как бы у нас нет оснований, Галеческая несомненно гораздо позже, причем в общем-то она была перенесена, в общем-то это одно и то же было княжество, да, и вот Галич возвысился в сороковые годы двенадцатого века, все это совсем другие времена, а не первый этап распространения христианства, это не эпоха Владимира Ярослава, не эпоха Михаила, условно говоря, и Илариона. Значит, вернемся, Новгород точно в этот период, потому что, ну вот, новгородская традиция, которая зафиксирована в новгородской первой летописи, в летописях пятнадцатого-шестнадцатого веков, называют имя Иакима или Акима Корсунянина. Ему приписывается авторство Иакимовской летописи, он одна из фигур центральных повествований о крещении великого Новгорода, ну и Кафедральная церковь Святой Софии, внук Владимира, София, которая сохранилась до сих пор, София из камня, все тут совпадает. Вообще считается сегодня, что епископия в Новгороде основана между девятьсот девяносто шестым и девятьсот девяносто девятым годом. Белгород, тот самый, который на Ирпении, это или на Ирпении, как правильно сказать, это дворец князя Владимира, это недалеко от Киева, девятьсот девяносто первый год заложена крепость, переведены люди, мастеровые люди, да, необходимые в дворцовом хозяйстве сюда, переселенцы появляются, ну по сути вот такой вот новый город и вероятно тогда же учреждена кафедра. Значит, некоторые считают, что первым духовным лицом должен был быть епископ, так называемый епископ Куриалис, если брать по аналогии с западными реалями, таким считает его Голубинский, поскольку это резиденция правителя, по статусу должен быть епископ первым духовным лицом. Либо это викарий, который рядом, вообще мы видим по источникам, вот нет митрополита, да, или даже вот такая ситуация, нужен совет. Вот экстренно, ну пойдите там этих архиереев сколько, 9, 10, 16 максимум, на всю Русь, на огромные просторы, а решать надо вопрос сейчас. Тут же являются Белгородский, Переславский, ближайший епископ и такой маленький синодик. Нечто подобное мы видим в Византии и уже в пост-византийскую эпоху у греков архиереи, которые всегда рядом. И некий соборец могут составить, так что функции могли вот быть и таковыми у этих епископов. Черниговская епархия. Первый иерарх, известный по имени, это как раз вот этот неофит, титулярный митрополит, и имеем мы храм, построенный при Мстиславе Владимировиче, при сыне князя Владимира, он сохранился до наших дней. Спасо-Преображенский собор, великолепный, особенно внутри, так напоминающий о тех древних летах. Наружность, там фасады в стиле украинского барокко, как у большинства древних памятников, он сохранился. Он сохранился, можно представить, как все это выглядело в древности. Ну вот, считается, что основание епархии относится к этому времени. Первый архиерей упоминается в 1072 году. Владимир Волынский, город, основанный Святым Владимиром на территории его миссионерского удела, как считается, где он сам проповедовал христианство. Впервые упоминает нестарого житие Феодосия Печерского. И, возможно, первым епископом был Стефан, который участвовал в перенесении мощей преподобного Феодосия. Это житие, составленное Нестором летописцем. События относятся к 1091 году. Ну вот, Стефан, значит, первый епископ, кафедра около этого времени. Полоцк и Туров мы говорили, значит, напомню, Полоцк – это середина 11 века, возможно, раньше Туров, не позднее начала 12 века. Ростов. Ростов Великий – это мирянское поселение, Меря, которое относилось, это племя, к финно-угорским племенам. Ну и, как считают некоторые исследователи, ну и, как говорят факты, активно, достаточно упрямо сопротивлялось распространению христианства. И у нас есть легендарная история Ростова-Великого, которую всегда нам с вами поведают экскурсоводы, так сказать, какие-то еще люди, специально обученные, принимающие паломников. Помните, первые епископы Федор и Ларион, которые не выдержали, да, этих язычников. Вот, потом мы видим Исаию, Леонтия Ростовского, будут обязательно говорить о деревянной церкви из дуба Марионова, построенной в 992 году, которая простояла 168 лет и затем сгорела. Значит, письменными источниками эти сведения не подтверждаются, это не значит, что мы пренебрегаемыми, мы бережно относимся к преданиям, но о кафедре, в общем-то, можно говорить обоснованно где-то со времен Леонтия Ростовского, который, наверное, и был первым епископом этой земли, хотя есть, в общем-то, разные точки зрения. Епархия, да, это, наверное, вот последняя епархия, о которой мы говорим в этот период, все остальные возникли в более позднее время, в конце, точнее, в середине 13 века на Руси было 16 епархий, все они были очень большими по площади, всегда архиереев было мало, но среди них было немало людей очень ярких и выдающихся, большинство из которых сегодня канонизированы. Значит, еще один интересный момент из истории русской церкви, это, конечно, первые храмы. Опять же, мы связаны, это хорошо скованы рамками хронологическими нашего периода, поэтому не будет такого потока обычного информации. Значит, повесть временных лет повели Владимир рубить церкви и поставлять по местам, и где же стоях у кумиры, и поставить церковь святого Василия на холме, и где же стоя Шапирун и прочие. Первая церковь, построенная после крещения, согласно повести временных лет, посвящена небесному покровителю князя Владимира, он Василий в крещении, и стояла на том месте, где был идол Перуна. Значит, более раннее упоминание о храмах до момента крещения Руси при Владимире, помните, наверное, храм на Аскольдовой могиле церковь святого Николы и церковь Ильи Пророка, которая упоминается в нашей летописи под 944 годом, это соборная церковь киевских христиан. Васильевская церковь стояла к востоку от княжеского терема, и рядышком здесь Десятинная. Древний Киев очень маленький, Киев до Ярослава очень маленький, буквально такая площадочка там, вот, пятачок. А Десятинная церковь, фундаменты, которые сейчас раскрыты, вот, ну, дай бог, хватило бы так-то оставить это как археологический памятник, а не вбухать туда какой-нибудь новодел, ну, будем надеяться, значит, достаточно хорошо исследовано, это церковь, первая каменная, построенная в честь Святой Богородицы, предполагают, что в честь Успения, но в летописи она идет, как церковь Святые Богородицы, Десятинная, на месте мученической кончины Федора и Иоанна Варягов, на том месте, где был их дом, был поставлен престол храма, ну, вот, считается, что освящал ее митрополит Михаил, но, опять же, если он жил в эту эпоху, и вроде бы даже он был в этой церкви похоронен, строили ее семь лет, греки, ну, известно, что даты основания храма разные в разных списках повести временных лет, это 989 и 991 год, об этом храме упоминает Мних Иаков, ну, а Десятинное название, почему, вот мы немножко хотя бы эту тему с вами затронем, да, это обеспечение, значит, что нужно сделать князю Владимиру, надо обеспечить, чтобы в этом храме, вот элементарно, да, утилитарный такой подход, каждый день была служба, соборный храм, храм, где много священников, которые могут служить каждый день, утром, вечером, а их надо обеспечить, и от своего имения, от своего имущества он отдает десятую часть, это его личное имущество, другое дело, складывается оно там с полюди, с каких-то других даней, выплат и так далее, но это его Русь никогда не знала мирянской десятины, если вам говорят, что надо бы возвратить древние обычаи, то это обычаи ветхозаветные, и мы погружаемся в дохристианские времена, никакой десятины, ничего и никогда в пользу церкви принудительно или добровольно принудительно у нас не взималось, это делал князь, князья, которые своими грамотами уставными обязались, да, юридически приносили обязательства в том, что передается, там разные были виды, десятины, это не обязательно одна десятая часть, иногда это одна пятидесятая, то есть половина, это пошлины торговые, одну неделю они взимаются в пользу князя, другую в пользу епископа, но не лично, а для кафедры, для кафедры, это места, где разрабатывалась соль, настоящее белое золото для древней Руси, это рыбные ловли, где никто не мог ловить, кроме слуг архиерейских, это очень много источников дохода, это пошлиный за суд церковный, и все это фиксируется впервые в церковном уставе князя Владимира, вот от нашей эпохи мы имеем уставы Владимира и Ярослава, которые в основе своей, это доказано, последним поставил Ярослав Николаевич Щапов точку в этом вопросе, что в основе своей они действительно относятся ко времени Владимира и Ярослава, как памятник древний имеет множество наслоений, да, позднейших, так и памятник литературный, памятник юридический, но в основе своей, да, вот князь Владимир от имения свой урок отдает добровольно, сначала в пользу только этой церкви, потом все кафедральные храмы обеспечиваются таким же схожим образом, ну, сегодня есть подробное описание Десятинной церкви, не могу остановиться, времени нет, это можно найти в интернете, спокойно посмотреть, познакомиться с тем, что мы знаем об этом первом каменном храме. Храм преображения Господней Василеви, очень интересная история, трогательная, это первая обыденная, первая обетная церковь на Руси Василева, княжеская резиденция, где он безмятежно проводил время, и в этот момент напали печенеги, самые злые враги, как известно из жизнеописания князя Владимира, он спасся под мостом, чудом, чудом пронеслась неминуемая смерть мимо, и видите, как меняется у него мировоззрение, он дал обет, дал обещание, храм построил, и не так просто, а в один день, обыдень, за день строится, ну небольшой, конечно, храмик, и служит с первой службой, у нас это обычай потом входит в нашу религиозную жизнь, обычно в связи с какими-то бедами, там засуха, неурожай, вот ставятся эти обыденные храмы, не прекратилась эпидемия, значит еще один строят, вот обетные обыденные восходят к вот инициативе князя Владимира, ну проявил он себя и как все-таки природный русич, по поводу освящения этой храма он пировал восемь дней, пир продолжался восемь дней, невзирая на Успенский пост, к Успению восстановились, поехали в Киев, но не факт, что Успенский пост тогда соблюдался или во всяком случае соблюдался всеми, это у нас отдельная очень интересная история, если мы с вами еще на эту тему увидимся, это потрясающая история, связанная с постами и с дисциплиной церковной, но это уже другой период, а времени князя Владимира мы знаем мало, давайте перечислим еще храмы, которые, значит, возможно, при князе Владимире были построены, храм Бориса и Глеба в Выжгороде, в Выжгороде, это уже, конечно, после Владимира, когда его сыновья, старстотерпцы были прославлены, и храм преображения Господня в селе Берестове, это совсем рядом с Киево-Печерской Лаврой, первоначальное здание храма вот относится к тем временам, о котором у нас идет речь, храм преображения Господня в Белгороде, о котором упоминает Никоновская летопись и степенная книга царского родословия не сохранился, ну и дальше уже с той или иной степенью вероятности, значит, Новгород Великий, конечно, 989 год, дубовый храм Святой Софии, который затем был отстроен в камне уже внуком Владимира Крестителя Руси, про Ростов Великий мы с вами говорили, ну, вроде бы, да, вот, значит, вроде бы и все. Уже преемники Святого Владимира Мстислав, который был сначала Тмутараканским князем, потом Черниговским, возводит вот этот вот к счастью сохранившийся в целом в основе своей Спасо-Преображенский собор в Чернигове, ну, вероятно, достраивают уже его преемники, он, наверное, не дожил. Это храм Святой Софии в Киеве, даже не надо распространяться, да, что он собой представлял, потрясающий совершенно храм, несомненно, производивший на современников не меньшее впечатление, чем Святая София, даже дата его освящения попала в месяц и слов и ежегодно вспоминалась 4 ноября как праздник. Это византийские обычаи отмечать как храмовый праздник день освящения, день освящения именно. И церковь Благовещения на золотых на воротах Киева по одному из вариантов именно в этом храме было произнесено величественное слово о законе и благодати. Там исследователи вычисляют, что вроде как подходит вот сам жанр, там еще ряд обстоятельств. Храм этот не сохранился, на его месте наводил отстроенный к мифической дате, отмеченный в советское время в 1982 году. Значит, был юбилей 1500-летия Киева, по-моему, так он назывался. Ну и вот на месте исторических золотых ворот появился новодел, воспроизводящий и надвратную церковь, которая просто носит декоративный характер. И фундаменты Георгиевского и Ирининского монастырей построены, храмы Георгиевского и Ирининского монастырей, построены Ярославом Мудрым в честь своего небесного покровителя Георгия Победоносца и в честь мученицы Ирины, небесной покровительницы ее супруги Ирины Инъегерды. Ну вот, наверное, по храмам все, что касается моментов, связанных с монастырями и монашеством. Конечно, мы можем говорить о первом монастыре, организованном монастыре, оказавшем влияние существенное на всю жизнь религиозную наших предков. Это монастырь Киево-Печерский, но были обители и раньше. Первое упоминание это митрополит Иларион «Монастырь и на горах Сташа Черноризцы Явишася». На горах некоторые воспринимают, да, толкуют это буквально, имеется в виду высокий правый берег Днепра. И действительно, в исторические обозримые весьма строки во владении князей Живаховых неподалеку от района Зверинца, неподалеку от Ионинского монастыря, это район Ботанического сада исторический, в Киеве были обнаружены неожиданно пещеры искусственного происхождения, старшие, чем Киево-Печерская Лавра, чем пещеры Лавры. Мальчишки забрались в какую-то яму, дырку, мягкий грунт, вот этот лес там, да, вот, и, естественно, принесли трофеи, кожаные пояса, какие-то крестики, что-то, иконы, и такое, что-то подобное, вот, понятно, что там шел товарообмен, на который обратили внимание взрослые, вот, остановили это дело и выяснили, что забрались они в пещеры, никому ранее неизвестны. И вот князья Живаховы стали заниматься, да, один из них потом епископ, другой товарищ оберпрокурора Синода, вот они стали там, нашли этот вход заваленный, давным-давно заваленный, и груду костей при входе. Какая-то была трагедия, монахи либо задохнулись, были уморены дымом, ну, или какая-то еще причина, что это было, ничего мы не знаем, не по именам, но у нас есть уникальные пещеры, сохранившие даже следы первоначальной обработки. Если в пещерах Лавры, да, мы видим толстый слой побелки, штукатурки, побелки, ну, такой цивильный вид они имеют, чистенький, то там идешь, вот, просто чувствуешь, там эти кельи, безвестные абсолютно захоронения чьи-то, которые никто никогда не вскрывал, ну, и вот эти вот погибшие иноки, непонятно, при каких загадочных обстоятельствах. Исследователи склоняются, безусловно, монастырь, Зверенецкие пещеры, старше пещер Киево-Печерской Лавры. Суперсельская летопись под 996-м годом отмечает, святой Владимир создал при Десятинной церкви монастырь, но, в общем, никак это больше не подтверждается. Титмар, помните, 1018-й год, архиепископ Китавы встречает Болеслава и Санте-Пулка у монастыря Святой Софии. Значит, человек западный, Титмар, западной традиции, монастырем может назвать, помните, наверное, из общей церковной истории такое понятие монастыриум клирикорум, общежитие клириков. На западе целебат, и, ну, что им, болтаться несемейным людям, но при этом и не монахам, и вот организуется общежитие клириков при соборе. И он просто эти западные реалии мог перенести на утрас кафедральный собор, по несчастью, сгоревший в прошлом году. Ну, наверное, там живут вот какие-то клирики, и термин монастыриум вполне сюда подходит. Десятинный монастырь был основан в наш период и в Великом Новгороде, в Великом Новгороде, так же, как и Пирынский монастырь. Об этом сообщает суперсовская летопись и история российской иерархии. Такое издание, которое основывалось на недошедших до нас более древних источниках. На месте Пируна. Ну, видим, да, момент храма, обители на тех местах, где совершалось прежнее поклонение прежним богам для того, чтобы места эти осветить. Вот. Ну, есть предание, что к этому же периоду, ко временам Ярослава Мудрого, относится Юрьев монастырь в Великом Новгороде. Письменно не подтверждается. В пользу говорит посвящение в честь небесного покровителя Ярослава, святого Георгия Победоносца. Ну, вот, наверное, к этим обителям мы можем отнести, пожалуй, еще одну. В северо-восточной Руси самая древняя здесь у нас иноческая обитель, это Новоторжский Борисоглебский монастырь. В городе Торжок Тверской области монастырь, основанный преподобным Ефремом, братом Георгия, отрока, то есть слуги, отрок-слуга, святого Бориса, старстотерпца, убитый вместе со своим господином. И брат преподобного Моисея Угрина. Они все Угрины, венгры, по происхождению, служившие при святом князе Борисе. Ефрем занимал должность главного Конюшева. После гибели он разыскал тело брата на берегах реки Альты, но тело не нашел, нашел лишь голову. Значит, почему его обезглавили, снимали гривну мужское украшение, награду. Видимо, там как-то торопились или снять не могли, голову долой, гривну сняли. И вот он находит эту главу, как святыня, с головой брата, который погиб при исполнении долга и служебного и христианского. Он с ней приходит туда, совершенно далекие от берегов Альты места, и основывает монастырь, который на сегодняшний день на берегах реки Тверцы. Вот он расположен, он является древнейшим. Все остальное потом, все остальное выходит за рамки нашего периода. Из богослужения что можно сказать? Ну, можно предположить, что приняли мы, конечно, весь суточный круг, что приняли мы существующий богослужебный устав. Голубинский предполагает, что при этом в домонгольский период у нас было три вида богослужебных последований. Одно монастырское, одно приходское, потому что на приходе никто не в силах был даже организовать службы, прописанные в уставе. Очень скромные были возможности. И особые последования, совершавшиеся в храмах, где было архиерейское служение. Такое у него есть предположение, но в результате, как мы видим, остался только монастырский устав. Знаем мы, что книгами овладевают уже сыновья князя Владимира, а книги все переведены еще учениками святого Мефодия и Евангелия, апостолы, псалтыри, часослов и премейник и последование литургии, и чинопоследование таинства, а кто их, и службы великим праздником. Другое дело, что не все эти книги доступны, но мы видим, что в ночь перед своей гибелью Борис в шатре читает утреннюю, в шестапсалме читает, и это принято, а это первое поколение христиан, родившихся уже в церкви людей, ну понятно, что у них для этого есть возможности, есть время, есть учителя, но есть и охота овладеть книгами, Ярослав Мудрый читает книги день и ночь и сам переводит их, организует скрипторий, при Владимире были организованы первые училища, потому что, ну, христианство, религия, да, которая без книги невозможна, без книги невозможна, поэтому люди овладевают, ну, вот этой минимальной культурой книжной, которая заключалась в знании часослова и псалтыри, но, к сожалению, вот дальше этих начатков образования, какие-то организационные формы, оно не приняло, предполагают даже, что и Владимир, и Ярослав готовили не священнослужителей, которые были необходимы, да, в первую очередь, а готовили элиту, то есть своих приближенных, своих приближенных детей отправляли в книжные учения для того, чтобы они соответствовали новым реалиям, новому культурному уровню, но, опять же, знаем мы об этом минимально, поскольку в каких-то источниках, которые до нас дошли, все это не отражено, вот, ну и еще у нас тут есть вопрос святыни первые, значит, вот, это мощи святого Климента и ученика его Фива, которые были принесены из Корсуня, это Корсунские кресты, вот один из них хранился в Новгородском Софийском Соборе, ну, в общем, все остальное, опять же, все сведения остальные относятся к более позднему времени. Устав Владимира, вернемся мы к церковному законодательству, да, к правам, давайте о нем чуть-чуть подробнее, устав Владимира, вот он интересен тем, что он ограничивает права правителя гражданского, светского права, эти делегируются церкви. Зачем? Для того, чтобы церковь вошла на юридических основаниях в частную жизнь всего народа. Мой дом, моя крепость затворился, и все, не трогайте меня. Что я там делаю, каким я там богам приношу жертвы, это все вот мое. Нет, церковь должна входить в жизнь, и некоторые виды преступлений, которые связаны с оскорблением нравственности, с несомненным нарушением христианских заповедей, они передаются в ведение церкви, а также то, что по каноническим правилам относится к церковному суду. Это семейно-брачное право, это роспуст, разводные дела, развод, это смелное заставание, любовная связь изменно, так толкуется, пошибание и умыкание невест, которые, ну, в общем, своими словами называя, являлись изнасилованиями, браки в степенях родства, разные виды волшебства, волхования, витство, прочее, все это судил епископ. Или его наместник с христианской точкой зрения, с христианской оценкой, это ограбление мертвых тел, были гробокопатели, которые забирали вещи, положенные спокойником, это идолопоклонники, это те, кто оскверняли храмы, это те, кто превышал родительскую власть, это впервые такое, и неблагодарные дети, скажем, сын, который избил отца, или дочь, которая посягнула на мать, тоже судили от имени церкви, и судились людьми в церкви, убийство младенца новорожденного тоже сюда относилось, вот, и сразу же определяется круг людей, которые подсудны церковному суду по всем делам, что бы они не совершили, кроме убийства, которое судит совместный суд, да, вот, если это церковный человек, его судит епископ, очень большая категория населения, церковные люди, это игумен, это поп, это дьякон, это дети их, это попадья и те, кто в клирисе, это чернец и черница, проскурница, мастерица печь просфора, это слово вписали потом, они появляются в 12 веке, специально обученные честные вдовы, чтобы всегда были просфоры, а до этого покупали на торгу, частным образом там люди выпекали и можно было пойти и купить и принести в церковь как свое приношение, но передали это в руки проверенных людей благочестивых, а также это паломник, не поймешь, что это такое и почему он церковный человек, некоторые толкуют этот термин как псаломник, да, псаломщик, человек, читающий в церкви, это лечец, скорее всего, врач на благотворительной основе, помогающий больным безвозмездно имеющий за это покровительство церкви, но и отвечающий перед церковью за свои неблагие дела. Прощенник и задушный человек, термины толкуются по-разному, но прощенник с одной стороны это человек, который был прощен, он тяжко болел, может быть дал какой-то обед, в результате чудо выздоровел, теперь он должен поменять свою жизнь, недаром с ним это произошло, и он поступает под покровительство церкви. Задушный человек, господин умирает, чтобы облегчить свои страдания или совесть свою, отпускает на волю, как вот птичек из клетки и дети. И второе толкование обратное, умирает и отдает своих смердов в монастырь, чтобы они работали на монастырь, а монахи молились Богу о его грешной душе. Точно мы не знаем, кто такой задушный человек, но знаем мы, что он судим судом епископа по любому преступлению. Гостиницы и страноприимницы, ну, вероятно, какие-то вот обитатели благотворительных учреждений, которые их или обслуживают, или там проживают, все те, кто пользуется покровительством церкви и живет на церковной земле. А устав Ярослава разрабатывает целую систему уже мер конкретных по каждому преступлению, но в основном это, он немножко расширяет сферу юрисдикции церковного суда, и он определяет наказание. Это система ВИР, принятая в Древней Руси, это штрафы денежные. Но, поскольку преступления связаны с оскорблением нравственности, поскольку люди нуждаются не только в штрафе, наказании, но и в некоем воспитании, есть такое помещение в церковный дом. Что это такое? Некое место, где в труде и молитвы они проходили вот это свое покаяние, да, опять же, подробности нам неизвестны. Что касается источников материального обеспечения, это последний наш пункт, ну хотя бы кратенько мы должны его коснуться, мы уже сказали, это десятина княжеская, мы упоминали о том, что десятина довольно такой сложный имела состав, это судебные пошлины, это служба мер и весов. Эталон стоит в притворе церкви, как это было в Великом Новгороде, церковь наблюдает за точностью мер и весов, гарантирует, что это самые точные часы в Новгороде, и за то, чтобы взвесить товар на этих весах, платится пошлина, которая также идет в пользу епископской кафедры. Ну и затем уже в более поздний период, гораздо более поздний, это земельные владения. Земельные владения, которые передавались в собственность кафедрам. И что касается духовенства приходского, это требы. Это плата за требы, пожертвования, и это продажа необходимых для совершения богослужения веществ ладана, свечей, вина, муки, прямо при церкви по, прямо скажем, неадекватным завышенным ценам, но это предполагало, что человек покупая все это, а купить можно только там, заказывая литургию по своему желанию, заказная литургия откуда идет. Человек для себя батюшку оторвал от дел, да, он не собирался в среду служить, ну никак, у него ближайшее воскресенье служба и все, или в праздник двунадесятый, не служит в таких храмах приходских, а вот надо, чья-нибудь память там или что-то, и вот он покупает все это, какое-то вознаграждение батюшки, вот так и жили, так и жили, очень хорошо обеспечено высшее духовенство, ну и насколько более-менее духовенство приходское, особенно сельское, мы просто не знаем, ну особенных источников таких вот назвать, как у епископов мы не можем, в том, понимаете, все-таки епископ это особая совершенно фигура епископов меньше, чем князей на Руси, и уже в следующий период раздробленности каждый князь в своем маленьком государстве старается завести епископскую кафедру и делает все возможное для этого. Так, ну взаимоотношения русской церкви с другими сообществами христианскими, да, ну что мы можем говорить? мы можем говорить о гипотетических отношениях с болгарами с охридской архиепископией, гипотетически можем говорить о юрисдикции, которую наши предки приняли и некоторое время которые придерживались. Несомненно, можем говорить о мощном влиянии, которое называют исследователи первым южнославянским. это видно по нашим рукописным памятникам, которые у нас с 11 века сохранились. Безусловно, мы получили и первые книги, возможно, первых священнослужителей, первых знатоков церковного устава. Ну, это понятно, да, что, так сказать, люди, которые имеют письменность на понятном литературном языке и говорят на похожем, не знаю, насколько он был похож на язык наших предков, но он понятен, да, а литературный язык один и тот же, церковнославянский, конечно, скорее всего, от них. Вот. Ну, греки, видите, да, у нас точно юрисдикция со времен Ярослава Мудрого, святая гора Афон, очень ранние связи, считается, что русский монастырь там с русскими иноками был уже в 10 веке, то есть совсем вскоре после крещения Руси, ну, и в наш вот этот маленький период, наверное, все, западный мир христианский рассматривать мы не будем, потому что это отдельная тема, ну, собственно, ничего особенного в период от Владимира Ярослава не происходит, есть целый ряд мифов западных у крещения Руси, но это лучше рассматривать отдельной темой, чтобы сейчас не распыляться, да, католический запад, да, и латинский запад, точнее, и древняя Русь, Киевская Русь этого периода, это отдельная тема. Все, что я мог кратко рассказать, я попытался рассказать, и благодарю вас за внимание, как у нас там, согласно уставу нашему, что мы должны сейчас делать, ну, как уже по традиции у нас сложилось, сейчас у нас будет отдохнуть на перерыв, и для тех, кто сейчас покинет нас, я надеюсь, что таких будет совсем мало, обращаю ваше внимание, что следующая лекция у нас состоится 17 февраля в среду, так как 15 числа у нас праздник Сретения Господня, поэтому мы уже оставим этот день, не будем его трогать, а лекции по истории церкви продолжатся уже со среды, также в 7 часов вечера. Состояние Русской Церкви от митрополита Илариона до избрания митрополита Климента, поэтому обратите внимание. А сейчас перерыв, и после перерыва мы с нетерпением ждем от вас вопросы. Спасибо. Спасибо.